Основными причинами пожаров эксперты называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и неправильную эксплуатацию бытовых приборов. В первую очередь, если это касается печного отопления, соответственно, необходимо перед началом отопительного сезона проверить целостность ее составляющей конструкции, то есть, чтобы не было нигде прогаров, щелей, если это кирпичная печь, трещин в дымоходе трубы, соответственно, произвести очистку от сажи трубы и печи и также очищать не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного сезона. Сложный период начался и для автомобилистов. Чаще приходится использовать подогрев, но даже заводское оборудование не гарантирует стопроцентную безопасность. Случаи воспламенения авто нередки. Гаражи тоже в зоне риска, где, как правило, присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Кроме того, как и на даче, хозяева устанавливают самодельные печи, но профилактическая работа сотрудниками МЧС дает свои плоды. И многие уже пересмотрели свои взгляды на пожбезопасность. Я выбрал стандартную магазину, так скажем, печь дровяную, которая, на мой взгляд, и тепло, и комфортно, и безопасно. У меня, например, в гараже стоит автономная печка, на солярке работает, 12-ти вольтовая. С одной стороны, нет открытого огня, нет напряжения такого большого, чтобы заискрило и возгорело что-то. Поэтому мне вполне устраивает. Если большой гараж, можно ставить печки, удобнее будет получаться и безопаснее намного. Если гараж узкий, то надо что-то другое думать, или электрическую ставить, или печку уже ставить. Но в первую очередь не бросать ее на произвол, следить за ней. Если печка топится на угле, на дровах, на солярке, то должно быть, соответственно, должно быть оборудование. Лист железа должен лежать, охраждение должно быть, чтобы, если коснешься туда, не обжечься. Чтобы было мало, чтобы поменьше было горюче-смазочных материалов. Но если пожар все-таки начался, важно уметь применить правила поведения при возгорании. Первое, что необходимо, это сообщить по телефону в пожарную охрану. Довести информацию об объекте защиты, то есть, что горит, конкретное место расположения, очаговая зона, то есть, откуда произошел пожар, а также сообщить свою фамилию. Пожар, Малый театр, Молодежная, 16. Где находится? Денис, 7-4. Главное – сохранять спокойствие. А как вести себя в случае ЧП сотрудники МЧС рассказывают подрастающему поколению. Ведь это и есть основа будущих знаний о пожбезопасности. Ребята, пожар, как вы знаете, это страшное несчастье. Его последствия измеряются не только деньгами, но даже человеческими жизнями. То, что спички детям не игрушка, здесь уже знают. В группе регулярно проводятся тематические беседы. Если запахло дымом, надо покинуть помещение. Малышам объясняют, как действовать в опасной ситуации. Нельзя ставить всякие баллончики около плиты, потому что они могут взорваться. Нельзя сувать руку на плиту, потому что можно обжечься. Если у вас вот черный дым, вот тут вот, а человек вот тут вот, надо вот так вот проползать. В группах, как правило, много пластиковых игрушек. Горение сопровождается выделением токсичных соединений и чрезвычайно опасно для человека. Особое внимание уделяют и детским игровым центрам. Так, например, в Урае в этом месяце проводились пожарно-тактические учения. Цель звеньем ГДЗС была провести полностью разведку по всему зданию, найти пострадавших и при помощи спасательных устройств вынести на свежий воздух и передать работникам скорой медицинской помощи. Сотрудники МЧС убеждены, правила пожарной безопасности должен знать каждый. И чем раньше человек их усвоят, тем выше вероятность их соблюдения в дальнейшем. Что касается профилактической работы, она носит регулярный характер. Проверки не с целью наказать, а предупредить и обезопасить население. Сара Тураева при поддержке коллег «Наши города».